Если бы несколько лет назад кто-нибудь сказал мне, что я буду стоять на сцене в театре эстрады, я бы ни за что не поверила, потому что моя жизнь складывалась совершенно по-другому. Я хочу вам немножко рассказать, а потом мы будем смотреть выступления. Когда я была маленькая и училась в школе, про таких, как я, не говорили подающие надежды, а наоборот, не подающие надежды. И об этом есть у меня свидетельство, характеристика, которую мне выдали, когда я окончила школу, и там написано, я помню это все наизусть. Лариса Рубайская имеет средние умственные способности. Занималась нерегулярно, с трудом окончила 11 классов, в институт не рекомендуется. Но хороший товарищ и активно участвовал в художественной самодеятельности. Ну вот так получилось, что в жизни мне пригодилась вторая половина этой характеристики. Я не писала никогда ни песни, ни стихи, и об этом не думала. Ну просто в школе, там в классе, когда какие-то события происходили, я придумала какие-то сюжеты, там, зачем Петров на Иванову посмотрел. Вот такие. На популярные в то время мелодии и весь класс наш распевал. И на это моя поэтическая деятельность бы закончилась. Но несколько лет назад, лет шесть назад, я в коридоре московской поликлиники на приеме к врачу сидела и ждала, увидела композитора Владимира Мигуля. У меня сердце оборвалось, потому что такая звезда сидела рядом со мной. Как раз он написал песню в это время «Трава у дома», и она звучала каждый день по радио, по телевидению, и он вдруг около меня сидит, и я откуда-то взялась, наглость у меня. Я сказала, ой, вы композитор Мигуля, а я тоже песни в школе писала. Он так, чтобы отвязался, говорит, ну а что сейчас-то не пишите? Я говорю, я напишу, а вы музыку. Он говорит, ну, вон, запишите телефон, да пришлите, я почитаю. И через несколько дней, я вам не сказала, что у меня есть специальность переводчика японского языка, и через несколько дней я поехала с японской группой в Сочи. Это было начало марта, и когда закончилась насыщенная программа дневная, я пошла походить по пляжу и увидела, что валяется билет от сеанса в кино на прошлогодний сеанс, на прошлогодний сеанс, в который уже ушло лето. И появились такие строчки у меня в голове. Снег весенний, потемневший, солнце к снегу прикоснулось, все казалось отболевшим, но вернулась грусть, вернулась. Я спела про себя на какой-то мотив, придумала еще один куплет, заклеила конверт и послала в Мигуле. Прошло несколько месяцев, нет у меня никакого привета-ответа от Мигули, я думаю, ничего себе разбежалось, ждешь от такого и такое. И вдруг, уже к зиме, сижу, я занимаюсь чем-то, дома телефонный звонок, и будничным голосом кто-то говорит, здравствуйте, это Мигуля, композитор, может быть, помните, я не могу по телефону, говорит, меня все трясет. Он говорит, ты там песенку написал на ваши стихи, Валя Толкунова записала, сегодня по телевизору часов восемь, посмотрите. Я ему ни спасибо, ни до свидания, но потом немножко собралась силами, стол накрыт, друзья пришли в гости, сидим у телевизора, концерт идет, 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 меня все нет. И вдруг, значит, ведущий говорит, а сейчас поет Валентина Толкунова, музыка Владимира Мигули, стихи, и начинает по карманам искать, искать, достает бумажку. Леонида Рубальского. Вот такое было первое появление на телевидении, потом сразу телефонные звонки, говорят, у меня и друзья звонят, Лень, привет, ты не зазнавайся, или тебя уже теперь Леонидом Ильичом называть. А через день все звонить перестали. А я-то уже заболела, и мне уже хочется еще и еще песни писать. Но об этом я расскажу вам дальше. А сейчас первым я попросила открыть сегодня нашу встречу моего замечательного друга и учителя, который научил меня, как надо писать песни, чтобы их любили, чтобы они жили. Это Владимир Мигуля и наши песни «Сокольники». Есть у каждого юности адрес, С ним расставшись, мы стали взрослые, И против нашей юности остались. В старом парке только хихолей, Нас все дальше уводит дорога, Школьник лет не вернуть, не забыть. Но хочу я сегодня немного По-былому с тобой попродить. ПО ПО- cena Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Там покрывает столики Опавшая листва А мы с тобой не школьники А времени невольники И пусть звучат в сокольниках Забытые слова Пойдем гулять, сокольники В сокольники, сокольники Там покрывает столики Опавшая листва А мы с тобой не школьники А времени невольники Но пусть звучат в сокольниках Забытые слова А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Аплодисменты.